Дедлайн по уборке тротуаров и вновь не успели. После короткого рейда и утреннего совещания в мэрии на коммунальщиков и управляющие компании посыпались новые претензии и угрозы оштрафовать. Вы застраховать можете только без риска паводок, потому что угроза паводка есть, поэтому в настоящее время мы страхуем, но можем застраховать дом от всех других событий, кроме паводка. В страховании имущества отказано, а ведь глава городской администрации настоятельно рекомендовал не рассчитывать на другие компенсации ущерба из-за предстоящего паводка, а еще на плавные тротуары. Их строительство уже началось. Получается хорошо, но не везде. В Кирилле сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Нагорского района Николая Устинова. Откуда и куда ехал БТР? Кировчане забеспокоились, увидев в центре города военную технику. Как одной рукой управлять сразу всем, труппа Кировского театра кукол готовится отметить Всемирный день кукольника. В канун праздника актеры не только рассказали о закулисье, но и научили журналистов премудростям профессии. О главных событиях среды 15 марта расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте. С уборкой тротуаров не справились. Сегодня последний день, который администрация давала подрядчикам на расчистку тротуаров от снега и льда. Результат работы сегодня лично вышел проверить Андрей Менькин, новый руководитель дирекции дорожного хозяйства. О рейде. Новость на сайте администрации. Всего две фотографии. На первые ревизоры, на второе рабочее спецавтохозяйство, во всеоружии. К слову, именно у этой компании самые худшие показатели. На сегодня выполнено лишь 65% от требуемого объема работ. Добавим, что именно спецавтохозяйство отвечает за содержание центральной части города. Сегодня же в администрации озвучили другую проблему. Управляющие компании не спешат убирать с тротуаров снег, сброшенный с крыш. На нарушителей уже составили административные дела. Штрафами грозят и всем остальным, кто будет затягивать с уборкой снега и льда. Новых сроков, которым город должен быть очищен, сегодня не назвали. Видимо, уже просто не стали рисковать. В страховании имущества отказано, а ведь глава городской администрации настоятельно рекомендовал не рассчитывать на другие компенсации ущерба от предстоящего паводка. А еще на плавные тротуары. Их строительство уже началось. Получается хорошо, но не везде. За месяц до прогнозируемого половодия у жителей подтопляемых территорий с чиновниками еще очень мало состыковок. А ведь уровень воды в этом году обещают еще больше, чем прошлой весной. Артем Панекаровских продолжит. Первые практические шаги подготовки к половодию в Весниках уже налицо. Несколько десятков метров так называемых наплавных тротуаров уже готовы. Работы только начались. Большой воды местные жители здесь ожидают уже в апреле. Основа будущих наплавных тротуаров – бревна, которые удержат на большой воде, ровные на силы с досок и всех проходящих по ним людей. Из минусов разве что раскачивание на волнах вятки и сложности передвижения одновременно в двух направлениях. Успокаивает их создатель Андрей Поглазов. Наплавными тротуарами занимается уже шесть лет. По воде будет шататься, но он выравнивается. То есть он нормально будет, да? Ну два человека. Вот если вы туда пойдете, я сюда, мы разойдемся. Ну как бы безопасно. Ну я думаю, во время экстренной ситуации тут можно и по одному пройтись. Говорится, что для района КМДК строители должны сделать 800 квадратных метров таких новеньких наплавных дорожек. На примерной схеме видно, что разместятся они в основном вдоль главной дорожной артерии улицы Лесозаводской. Красная линия создана с упором на то, чтобы жители смогли добраться до остановки, школы, детского сада, магазина. Но люди запереживали. Местный магазин на время плаводий, говорят, временно закроется. И вообще как быть тем, кто живет немного в стороне, на улице мебельщиков, например. Там вот в начале поселка начинают делать тротуарчики. Здесь ничего не делают. Я больше чем уверен, что вот эти тротуары, они просто утонут. Там просто сделаны бревна из тополей. Тополя, которые не всплывают. А половодия в администрации ждут сантиметров на 40 серьезнее, чем в прошлом году. Якобы все предпосылки, что Вятка будет бить новые антирекорды. Хватило, говорят жители, и прошлого года. Хоть район сравнительно с Красной Звездой считается более благополучным, вода едва не дошла до квартир на первом этаже. Вот так вот было, вот это фундамент, эти доски-то, вот так была вода. Вот до досок. Ага, до досок. Вот так вот тоже видно. Вода подходила под самый пол, но в квартирах воды не было. Где тут? Так вот я говорю, вода вот где-то так вот была. У тебя в магазин даже не ходил. У меня, ладно, дети принесут там, что поесть, закажу. Окошки-то наушку, в туалет ходили. В этом году в случае ЧАЭС большинство жителей собирается переезжать на время к родственникам в город. Жалко, размышляют только то, что нажито. Если подтопит сильнее, значит в утиль пойдет вся мебель, а полы и фундаменты снова придется капитально ремонтировать самим. Тем более сам Перескоков на прошлой неделе настоятельно рекомендовал теруправлением предупредить людей о том, что на финансовую помощь со стороны особо не нужно рассчитывать. Надо жителям настроить, что за имущество, за свою собственность, они отвечают самостоятельно. Они должны произвести страхование как строений, так и имущества. Чтобы у нас не было повторения 2016 года, что кто-то должен им какие-то денежные средства выплатить. Но местная активистка Валентина Кузнецова поделилась, как обзвонила сразу после заявления Перескокова 14 страховых компаний, чтобы застраховать имущество. К слову, в районе желающих было много. Впрочем, везде получила отказ. В подтверждение еще один звонок в компанию, на которую были последние надежды. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Могу я застраховать имущество? Улица Мебельщиков, дом 2, квартира 2, Кузнецова. Зона у нас затопляемая. Вы застраховать можете только без риска паводок. Потому что угроза паводка есть. Поэтому в настоящее время мы страхуем, но можем застраховать дом от всех других событий, кроме паводка. А почему вы не хотите застраховать именно от паводка? А потому что в этом году ожидается сильная вода. Поэтому это уже, как бы сказать, явно будет событие и явно выплаты. Ровно об этой же проблеме местные жители говорят и главе теруправления, который приехал показать, как строятся тротуары. Вот каким образом мы будем этот вопрос решать, потому что все-таки Перескоков сказал, что страхуйте свое имущество. Вопрос, который Марина Витальевна сейчас затронула, да, то есть он возник, его надо решать, надо садиться за стол переговоров, я считаю, и разговаривать с теми страховыми компаниями. Если, там, гадать и предполагать о каких-то, ну, глобальных таких, да, там, повышении уровня воды, ну, естественно, здесь, в соответствии с действующим законодательством, это уже масштабы будут на уровне региональном, соответственно, это уже немножко в другую стезю может перейти. Дмитрий Рогозин добавил, что все подготовительные работы во всех зонах подтопления поставлены задачи решить до конца марта. Определиться с количеством людей, которых, возможно, придется где-то размещать, местами временного размещения, сотрудничеством с магазинами, транспортом, Роспотребнадзором и спасателями. Подготовки, по всей видимости, уделят внимание на днях и не только в городской администрации. Президент накануне уже раздал поручение не допустить вообще никаких сбоев. Артем Панекаровский, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город». Зачем по городским улицам ездил БТР и какое дело с участием Навального опять рассматривает Кировский суд? Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В городе создана новая диспетчерская служба. Она относится к работе дирекции дорожного хозяйства. Специалисты готовы принимать жалобы кировчан по состоянию улично-дорожной сети круглосуточно. Областной суд снял с апелляционного рассмотрения жалобу Навального и офицерова на приговор. Сегодня в Кирове опять начали рассмотрение по делу Киров-Леса. На заседание осужденные условно не явились, были только их адвокаты. Они просят предоставить защите аудиозаписи одного из дней судебного разбирательства в Ленинском суде. Пересмотр приговора в областном суде перенесен на неопределенный срок. Напомним, после пересмотра дела Навального и офицерова признали виновными и приговорили к 5,4 годам условно с выплатой штрафа в 500 тысяч каждому. Осужденные снова подали апелляционную жалобу на приговор в Кировский областной суд. Кировщане забеспокоились, увидев в центре города БТР. Оказалось, что боевая машина участвует в показательном выступлении антитеррористической группы, которая пройдет на Театральной площади. И проезд по городским дорогам был всего лишь репетицией. В Кировской области проведут фестиваль исчезнувших деревень. Провести его планируют летом в Верхошижемском районе. Праздник соберет тех, кто родился в поселениях, которых уже нет на карте региона. Сейчас идет поиск земляков. Добавим, в прошлом году в Верхошижемском районе установили первый памятник забытым деревням. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Нажимайте, глядь. Еще раз. В Кирове сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Нагорского района Николая Устинова. 200 миллионов рублей на аренде. В администрации рассказали, как пополняют бюджет с помощью муниципальной собственности. Получится на большой палец и средний. Там есть такие патронки. Чувствуете, что это мне делается? Как одной рукой управляет сразу всем. Труппа Кировского театра кукол готовится отметить Всемирный день кукольника. В канун праздника актеры не только рассказали о закулисье, но и научили журналистов премудростям профессии. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. В Орлове вынесли приговор 26-летнему Павлу Баторшину, который до смерти избил тесте и ударил полицейского. По данным следствия, в июне прошлого года мужчина был в гостях у родственников. Там они выпивали, а потом произошел конфликт и драка. Подробности в рубрике «Место происшествия» материал имеет возрастное ограничение 12+. О причинах семейной ссоры Павел вспоминать не любит. В тот день они просто сцепились с тестем, начали бороться, падали и били друг друга по лицу. Затем потерпевший упал на пол и ударился головой о порог. По словам осужденного, вместе с женой они пытались спасти тесте, вызвали скорую и делали ему искусственное дыхание. Но родственник скончался. Затем приехали полицейские. Павел набросился и на оперативника. После прибытия на место происшествия сотрудников полиции и следователей, он продолжил вести себя агрессивно, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и подчинил в отношении последнего насилия, а именно натолкнул в грозу. По данным прокуратуры, суд согласился с мнением гособвинителей и признал Баторшина виновным по двум статьям. В итоге мужчине назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев строгого режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Полиция разыскивает двух грабителей, которые напали на таксиста в Вересниках. Преступление произошло на улице Ключевой. Водитель приехал по заявке, а клиенты встретили его с газовым баллоном в руках. Вместо того, чтобы назвать необходимый пункт назначения, неизвестные применили в отношении его слезоточивый газ и похитили сотовый телефон, а также компьютер-планшет. В настоящее время проводятся оперативные разысленные мероприятия, ведется поиск злоумышленников. В Кирове сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника из администрации Нагорского района области Николая Устинова. Госслужащий приехал в город, видимо, не только с рабочим визитом. Он, мягко говоря, изрядно выпил. Затем чиновник повздорил, нагрубил и едва не полез драться с таксистом, который подвозил его до дома. Водителю ничего не оставалось, как остановить патрульный автомобиль, чтобы высокопоставленного пассажира увезли в отдел полиции. Проживаете где? Пусть рулите. Еще раз. Тормальный ход. Проживаете где акваи адрес? За хулиганское поведение на чиновника Устинова составили протокол. Ему грозит штраф в размере тысячи рублей. Городские власти рассказали о доходах от сдачи муниципальных помещений. Таким образом, только за прошлый год администрация заработала порядка 200 миллионов рублей, хотя и это не предел. Сейчас в городе около 600 муниципальных помещений, которые могут быть сданы в аренду. Но проблема в должниках. На сегодняшний день по решению суда с неплательщиков еще предстоит взыскать около 60 миллионов рублей. Правда, по словам чиновников, получение этих денег в казну задерживает судебные приставы. Кстати, некоторым съемщикам власти готовы пойти навстречу и не только предоставить рассрочку на аренную плату, но еще и продать им объекты. Мы своих арендаторов любим. Особенно по имуществу, чтобы они у нас не уходили из нежилых наших помещений, которые есть в городе. Мы их призываем. Берите, идите, покупайте. Освоить за 15 минут то, чем учатся годами. Трупа Кировского театра кукол совершает практически невозможное. Всех желающих актеры учат управлять куклами. Мастер-классы приурочены ко Всемирному дню кукольника. Праздник отмечается 21 марта, но главные торжества пройдут уже в ближайшую субботу. Сегодня свои силы в кукловодстве попробовал наш корреспондент Никита Тузов. Готов я петь и танцевать, своей красотой блистать. Артист-петух, фермер, кролик, деревенская жительница, лягушка и многие другие. Терем-теремок, так называется спектакль, который готовится к премьере, сами актеры называют коммунальной квартирой. Здесь собрались самые разные кукольные герои, у каждого из которых своя функция. Одного умения пить и танцевать это мало, надо еще что-то уметь и делать полезное для дома. Только за эту плату они соглашаются пустить к себе еще одного жильца. Объединяет их не только и общее сюжетное жилье. В спектакле участвуют планшетные куклы. Они похожи на мягкие игрушки и могут находиться на какой-либо поверхности, а управляются непосредственно руками, в основном без каких-либо приспособлений. Несмотря на кажущуюся простоту, для правильного владения телом нужна разминка кистей и пальцев. Особенно неподготовленным людям, на вроде журналистов. Ну давай, беременье. Давайте попробуем. Только не сгибать, а то он тогда получается, что он на такт. То есть здесь должна быть все время чувствовать натяжку. Следующими по сложности артиста называют кукол, которые надеваются на одну руку. Они используются в спектакле, в которых актеры находятся за ширмой. Получается на большой палец и средний. Там есть такие патронки. Чувствуете, что они надеваются? Даже в руках неопытного кукловода царь Дадон из сказки Пушкина о золотом петушке оживает. За некоторые движения кукла отвечает специальный шест Гапит. Поэтому управление кажется легче. Гапит, собственно говоря, он и нужен для того, чтобы голову поворачивать. Вот он. Вот она уже. Держите куклу. И вот Гапит помогает в себе. Но уже пять минут спустя поднятая вверх рука начинает затекать. Справиться с этим, отмечает Алена Лысова, помогут только длительные тренировки. Но даже и это оказалось не самым сложным. Считается самым сложным управлением, помимо марионетки, конечно, это тростевая кукла. Потому что здесь как раз-таки у вас задействованы две руки. Это умение управлять тростями, при том, что вам двумя руками куклы надо одновременно управлять одной своей. Такие куклы, как и Гапитны, нужно постоянно держать на вытянутой вверх руке. Многие, помимо движений конечностями, могут еще и открывать рут или кивать головой. За это отвечает специальное устройство внутри куклы. Таких героев можно заставить даже танцевать. Могу только сделать локтями. Это уже получается что-то 7,40. Но до работы актеров безусловно далеко. Во многих случаях кукол делают специально для конкретного человека. Вдобавок профессионалу проще вжиться в роль пусть и кукольного персонажа. Для того, чтобы научиться управлять вот такой вот тростевой куклой, наверняка нужен не один десяток лет. И за те немногие минуты, которые я держу ее в руках, максимум, что я научился делать, это кивать головой. Кстати, совсем скоро научиться управлять театральными куклами смогут все желающие. 18 марта перед спектаклем «Циркурион» кировчане смогут не только поздравить актеров с профессиональным праздником, международным Днем Кукольника, но и поучаствовать в интерактивном представлении и, конечно, поиграть в театральные куклы. Никита Туза, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город». И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Алена Матвеева. Считается, что в этот день просыпаются медведи. Петухи часто кричат к ненастью, а воробьи собираются под крышами к ясному дню. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 16 марта в Кирове ожидается ясная погода без осадков. Днем плюс один, ночью минус один градус. Ветер южный до четырех метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Удачного вам четверга! Такой была эта среда, 15 марта. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54-18-19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова